привет всем бледнолицам которые смотрят этот канал ну или у кого другой цвет кожи все равно им привет так вот сегодня я вам расскажу очередной маразм дедушки руслан как снять рулевой наконечник не имея съемника лучше конечно это делать специальным съемником ну вдруг где-то там по дороге чего-то у вас поломалась и съемника под рукой нет вот как снять этот самый рулевой наконечник когда-то у меня была такая автомобиля niva тайга так она ломалась каждые 500 километров так вот я все эти методы досконально изучил и что самое главное испробовал так вот ни один раз мне приходилось посреди дороги вынимать рулевой наконечник и это у меня успешно получалось ну правда иногда с большим криком и с большими матами так вот как вытянуть рулевой наконечник не имея съемника для начала надо открутить гайку но полностью ее не скручиваете а немножко вот так вот откручиваете и оставляете это для того чтобы когда будете снимать не забить начало ухода резьбы и берете раз у вас нету съемника правильно домкрат лучше всего для этого дела подходит гидравлический домкрат на одну или на две тонны то есть маленький такой но если его нет то пойдет даже штатный домкрат который есть в любом автомобиле или во всяком случае должен там быть и ставим домкрат вот таким вот способом вверх упираем в шаровую ну а низ кто как придумает ну допустим я вот кирпичики подложил не знаю где посреди дороги найти кирпичи но честно говоря мне это всегда удавалось потому что вдоль наших дорог чего только не найдешь поэтому пока существует наша страна проблем с кирпичами у дороги у нас не будет вот так вот домкрат упираю шаровую главное в гайку шаровой а не в резьбу шаровой потому что резьбу можно замять и тогда будут проблемы тогда вам нужен будет напильник еще где-то найти вдоль дороги что тоже вполне вероятно и начинаем крутить домкрат и поджимать рулевую тягу в общем делать все то что делает обычный съемник а когда мы крутим домкрат то у нас сжимается соответственно пружина основная вот это вот и эта пружина всей своей силой получается давит на рулевую тягу вот так вот поджали немного много не надо сжали эту пружину пружина давит соответственно на рулевую тягу на рулевой наконечник и теперь берем молоток и теперь по абсолютному беспределу как завещал великий ленин дубасим по рычагу поворотному и шаровая должна выскочить здесь уже до меня тоже дубасили не один раз видно смята поверхность молодцы потому что в 99 процентах случаев рулевой наконечник если его поджать домкратом или поджать скажем так съемником стандартным все равно сам по себе выскакивать не хочет такой он вредный очень поэтому приходится его бить но перед тем как бить если у вас есть возможность его желательно нагреть я буду греть газовой горелкой потому что я в гараже и у меня все под рукой а если горе вас это застало на дороге то смачиваете тряпочку маслом или бензином поджигаете ее и вот так вот она горит и вы греете это место огоньком бензин у вас в баке есть ну а тряпочку найдете в автомобиле хорошем автомобиле тряпочка всегда должна быть потому что тех кто ездит на автомобилях в которых нету тряпочки которые не ломается наверное этот канал не смотрят греем вот это вот место рычага аккуратно очень чтобы не сжечь сам автомобиль но я пока за свою жизнь еще ни одного не спалил поэтому уверяю вас это возможно сделать даже без последствий если прогреть это место куда вставляется рулевая тяга то есть палец рулевой тяги то все выходит намного легче при том сам палец стараемся не греть сам палец наконечника а только вот корпус рычага до красна тоже греть не надо только скажем так чтобы он стал горячим переусердствовать тоже не надо все надо в меру ну а теперь как пишет книга энергичными ударами молотка пытаемся выбить палец иногда он выходит за два раза вот так молоток сильно легкий арматура это то что надо как в том анекдоте называю вас на дуэль месье без проблем месье какая его странная шпага месье это не шпага месье это арматура хороший анекдот как раз по этому случаю такой вот способ незамысловатый я его показал я им пользовался ну лучше конечно на дороге не ломаться чего всем в принципе и желаю пусть ваши автомобили никогда не ломается но если когда-то придется может вы вспомните дедушку руслана добрым словом и о том как он вам показал это делать такое вот видео ставим не лайки кому понравилось кому не понравилось все равно ставим лайки потому что я жадный до лайков подписываемся кому нравятся мне маразмы ну и до новых встреч